453 солдата. Именно таков план региона на осенний призыв молодежи в российскую армию. О новшествах компании сегодня рассказали на брифинге в областном военкомате. Сравнивали с сухими пайками НАТО. Здесь у нас все намного калорийнее и вкуснее. Вот так, без ложной скромности, начальник пищевого продовольственного отделения рассказывает о привычных сухих пайках российской армии. И действительно, в одной рассчитанной на день коробочки может содержаться от 2500 калорий. Но даже тем, кто проходил срочную службу еще каких-то несколько лет назад, неожиданно видеть армейский НССР. Такому количеству разнообразной косметики позавидует любая девушка. В наборе есть щипчики для ногтей, крем для рук, дезодоранты и даже бальзам для губ. Такие гигиенические чемоданчики выдаются каждому солдату, но лишь один раз, после чего пополнять комплектацию нужно самостоятельно. С 21 числа у нас начнутся плановые отправки войска. Планируем мы их завершить к 20 декабря. Наши юноши будут служить в войсках Западного военного округа, комплектовать сухопутные войска, военно-космические силы, попадут служить на Балтийские северные флоты. А также будут служить в войсках Федеральной службы Российской гвардии. А самые образцовые призывники поедут в знаменитые Преображенский и Семеновский полки. Общей сложности из Новгородской области отдать свой долг родине в осеннем призыве отправится более 450 человек. Также военный комиссариат рассказал о законодательных новшествах. Теперь любой гражданин, ранее признанный негодным к прохождению военной службы, может изъявить желание на повторную проверку. В случае ее прохождения он будет отправлен служить в подходящий по его состоянию здоровье вид войск. Кроме того, с этой осени поправки в законодательстве, что если военнослужащий, уже проходящий военную службу, получает право на срочку, которой пользуются призывники, по семейному здоровью, допустим, родился ребенок у него, то он подлежит досрочному увольнению с военной службы. На конференции, посвященной осеннему призыву, также продемонстрировали современное обмундирование российской армии. Теперь армейскую разгрузку может легко носить даже девушка. Не забыли в военкомате и про уклонистов. Еще раз напомню, что отсутствие повестки никак не освобождает от обязанности явиться в военкомат.